МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 93 года тому назад московские газеты сообщили, комиссия, объединяющая все московские литературные организации, объявляет о том, что 24 декабря в 8 часов вечера внезапно скончался писатель Александр Сергеевич Неверов. Время идет, воспоминания сглаживаются, но образ брата и сегодня стоит у меня перед глазами. Есть и медная посуда. Кому тут не надо золота? Дремать, дремать некогда. Мы пришли от васильковых снов, от зеленых шелестов и горнов. Были мы в борьбе упорны, а в любви не знали берегов. В 1910 году в Самаре и в Самарской губернии свирепствовала холера. 10 июля, оставив семью без всяких средств к существованию, скончался наш отец Сергей Иванович Скобелев. Его старший сын от первого брака Александр Сергеевич приехал в Самару уже после того, как отца схоронили и выразил сочувствие нашей матери, сказав, что ему очень жалко четырех оставшихся у нее малолетних братишек, общий возраст которых не превышал 16 лет. В это время мне было только семь, Александру Сергеевичу 24 года. Я хорошо помню его, одетого в черную тужурку, сидящим под иконами в красном углу нашей маленькой избенки. Огромная копна волос на голове делала его голову еще больше. По-видимому, из-за этих волос, да и из-за обрамляющей лицо бороды он показался мне служителем церкви. Наши следующие встречи произошли уже во время Первой мировой войны, когда Александр был мобилизован в солдаты, как ратник второго ополчения, и попал на шестимесячные курсы по подготовке ротных фельдшеров. После этого он был оставлен в местном полевом лазарете. Во время службы в госпитале Александр Сергеевич нередко заходил к нам. Почему-то осталось в памяти одно из его посещений. Он обошел наш небольшой дворик, накинул грустным взглядом всю нашу недвижимость, и вспомнил знаменитые некрасовские строчки. Есть и овощ в огороде, хрен да луковица. Есть и медная посуда, крест да пуговица. Весть о февральской революции Неверов встретил восторженно. Революция пробудила в его душе самые радужные надежды и чаяния. Прибывая в эти дни в Самаре, он был выбран от солдат в Совет военных депутатов и участвовал в работе этого совета до самой демобилизации, после которой уехал к своей семье в село Елань Хворостянского района. В начале 1919 года Александр Сергеевич, уже ставший к тому времени писателем Неверовым, перебрался из деревни, где он работал в школе, в Самару, и стал членом редакционной коллегии журнала «Красная армия». При всем своем желании и кипучей энергии он так и не смог найти квартиру ближе к центру, поэтому поселился с семьей на окраине города, в железнодорожном поселке, в маленькой избенке, состоявшей из двух комнат, общая площадь которых равнялась 30 метрам. В большой служившей кухней и столовой спали хозяева, а в маленькой – Неверов с женой и тремя детьми. Работа в ряд коллегии журнала «Красная армия» требовала огромного терпения и напряжения сил. Приходилось быть прозаиком, драматургом, баснописцем, рецензентом, редактором. А кроме того, та же самая ряд коллегии таскала тюки бумаги из подвала, потому что больше их носить было совершенно некому. Журнальная работа и далекая пешая ходьба из дома на службу и обратно отнимали много времени и сил. Но, несмотря на это, каждый вечер, когда семья ложилась спать, Неверов садился писать. И писал до двух-трех часов ночи. Часто у него не было даже денег, чтобы купить керосин для лампы. И тогда работать приходилось при крохотном пузырьке коптилки. Но Неверов не отчаивался. «Это все ерунда», — говорил он. «Дай мне уйму золота, посади в роскошные дворцы, но потребуй только, чтобы взамен я не писал. Неделю или месяц к черту отвергну такое предложение. Писателю душа нужна, а не золото». Хорошо помню такой случай. В 1919 или 1920 году в Самару приехал известный писатель-скиталец, выступавший на платных литературных вечерах с чтением своих стихов и рассказов, некоторые из которых он великолепно читал под аккомпанемент гуслей, которыми прекрасно владел. После выступления скитальца в кинотеатре «Фурор» мы с Неверовым и поэтом Тесленко зашли за кулисы, чтобы пригласить литературную знаменитость выступить. Я в Народном доме в железнодорожном поселке, а Неверов Тесленко перед самарскими писателями. «Невзирая на то, что рядом со мной стояли настоящие писатели, я самонадеянно выступил вперед и с молодой напористостью, заявив о себе как о представителе дымных и пыльных окраин, сразу же получил от скитальца принципиальное согласие на выступление. Вслед за этим, не особенно внимательно выслушав моих спутников, Степан Гаврилович отказал им, заявив «не могу», занят в рабочем клубе. По дороге домой Неверов только весело посмеивался над собой и Тесленко. Наверное, он принял нас за приказчиков из галантерейного магазина. Летом 1921 года наступило страшное для Поволжья время. Ужасом и смертью веяло от палящих и сжигающих чахлые посевы лучей солнца. Ни капли дождя, одни только суховеи. Стало ясно, что не миновать голода. Началось стихийное бегство из Поволжья. Куда, как бежать, это было неважно. Пешком, на лошадях, по железной дороге самарцы шли и ехали в Ташкент, чтобы спастись там, в этом далеком хлебном городе от голодной смерти. Устроив жену и детей в детский дом в селе Рождествено, решил рвануть в Ташкент и Неверов. С собой прихватил меня, брата Петьку. Когда собирались, взяли с собой все, что могли. Горелку, самовар, сломанные карманные часы и деньги. Все, что сумели собрать по родным и знакомым. Выехали 12 августа 21 года. До Ташкента добирались целый месяц, останавливаясь на 2-3 дня на станциях, где меняли паровозы. По дороге устраивали литературные вечера, которые пользовались большим успехом. Но, увы, приносили совсем немного денег. По дороге и обратно наблюдали потрясающие картины страдания. Оборванные дети иступленно бросались за дынными и арбузными корками, при этом жалобно приговаривая, «Дяденька, ну, хоть крошечку дай, хоть вот такую крошечку!» Домой вернулись больные, уставшие, грязные, но с запасом муки, которой, правда, хватило ненадолго, потому что большую часть пришлось раздать. И снова Неверову приходилось работать день и ночь, чтобы не остаться без куска хлеба самому и прокормить семью. Живя в жуткую зиму 21-22 годов в Самаре, Неверов видел многое из ужасов поволжского голода. Голод свирепствовал в Самаре и по всему Поволжью. Город был завид голодными из деревень. На почве голода творилось что-то невероятное – людоедство, трупа, едение. В животном страхе надвигающейся смерти в людях исчезало все человеческое, включая даже обычные родственные чувства к близким, к родителям и детям. Люди начинали думать только о себе и безумно цеплялись за последние средства поддержания жизни. В конце апреля 22-го года Неверов уехал в Москву. Начался последний, короткий, но наиболее интенсивный период его творчества, в течение которого им были написаны самые знаменитые его произведения. Просиживая ежедневно далеко за полночь над пишущей машинкой, он с радостным возбуждением и ненасытностью писал страницу за страницей и голову за главой. 3 октября 22-го года он писал мне в Самару. Жизнь московская мне, брат Петруха, нравится. Есть с кем потягаться, побороться, есть от кого заразиться. Так что дремать некогда. Одно плохо. Нет пока хорошей квартиры, но есть надежда устроиться на даче, недалеко от города. Как устроюсь, жду в гости. 24-го декабря 23-го года Неверову исполнилось 37. С утра он работал, потом после обеда почувствовал себя неважнецки, пошел прилечь, попросил его пока не беспокоить, а в 8 вечера его не стало. Чернозема черного пласты. Мы поили звонкими струями, песнями веселыми огнями, просияли в сумрак нищеты. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова